Всем хай танкеры, злобин на связи. На ваших экранах 153 выпуск рубрики Назабив. И сегодня я сравню одни из самых популярных ТТ на 9 уровне. Их старших братьев сравнивают довольно часто, да и роликов на тему ИС-7 против Е100 у меня на канале было немало. Но к моему огромному удивлению я ни разу не сравнивал девятки этих легендарных веток. А так как в последнем обновлении ИС-8 перевели в новое визуальное качество, сделав из него вылитого Т-10 из ББ, я все-таки решил узнать какой тяж сильней. Ведь сейчас они оба в ПБР, но вы только посмотрите на этих красавчиков. Ставьте лайк, если хотите, чтобы все танки в нашей игре скорее перевелись в такое качество. Е75 всегда считался одним из самых сильных тяжей в игре, который способен конкурировать даже с 10 уровнями. А ИС-8, как и все его ветки начиная с 7 левела, дали вольфрамовые сердечники, благодаря которым его огневая мощь выросла в разы. В общем, битва будет далеко не такой очевидной, как многие из вас думают. Броня против мобильности, альфа против скорострельности и, наконец, Германия против Советского Союза. Какой девятый уровень окажется сильней в этой схватке? Напишите свое мнение в комментарии прямо сейчас и дополните его после того, когда смотрите ролик до конца. К слову, поскольку Е75 и ИС-8 действительно являются настоящими легендами нашей игры, я даже захотел сделать историческую справку про них. Но она будет крайне короткой, из-за того, что Е75 даже не существовало, и дальше неполных чертежей и расчетов он никуда не зашел. А вот ИС-8 существовал, и еще как. Правда, уже во времена после Второй мировой войны. ИС-8 он был на стадии разработки испытаний. Всего один год, с 1952 по 1953. И когда в 1953 году его приняли на вооружение, он был переименован в Т-10. Обозначение Т-10 было дано исходя из того, что ИС-8 был десятым по счету серийным тяжелым танком, принятым на вооружение советской армии. А ИС, то есть Иосиф Сталин, убрали из названия в связи со смертью Сталина в 1953 году и проведением в дальнейшем десталинизации. А как вы считаете, после того, как разработчики перевели ИС-8 в ПБР, и теперь он вылитый Т-10, какими было его настоящее название, нужно ли переименовать этот танк у нас в игре, как сделали в ББ? Напишите в комментарии. Серийный Т-10 производился с 1954 по 1966 год и состоял на вооружении советской армии в течение аж 40 лет, пока его не сняли уже в ВС России в 1993 году. Вот такая у нас получилась мини-историческая справка. Ставьте лайк, если она вам понравилась или вы узнали что-то новое. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Смотреть без подписки некрасиво. Тем более у меня много крутых роликов выходит. Пропускать их не стоит. Запасайтесь чайком, перекусом и приступайте к просмотру. Ну а если вы любите танки, военную тематику, и вам хочется больше возможностей в игре, а не только управлять танком, то рекомендую World War Armies. Первое и единственное RTC на мобильных устройствах. И это не дефолтная стратегия. Здесь нет автобоя. А значит вам не придется неделями или месяцами строить базу или вечность фармить ресурсы. Нет никакой рекламы. Игра легкая в освоении и можно играть один на один или два на два вместе с другом. Цель игры захватить штаб противника или истощить его ресурсы. Вы можете одновременно управлять от 4 до 9 видами уникальных юнитов и размещать их где угодно. Причем каждый юнит уникален и их тут множество. Снайперы, медики, дымовые машины и конечно же танки. В игре есть три нации, за которые вы сможете играть. Советский Союз, Германия и США. Каждая нация обладает легендарными юнитами. Например, у Союза есть первая реактивная артиллерия, Катюша. У Германии тот самый невероятный Маус. А у Америки их самый массовый танк времен Второй мировой М4 Шерман. Прокачивайте войска, обучайте генералов и играйте в ПВП. А если вы прямо сейчас скачаете World War Armies по моей ссылке в описании, то получите танк Першинг и специальный скин Пустыня вместе с жетонами сразу после окончания обучения. Успехов на полях сражений танкеры! Первый раунд. Маневренность. Думаю, тут все очевидно, но цифры посмотреть надо. Максимальная скорость вперед выше у ИС-8. 45 км в час против 40. Скорость заднего хода у тяжей одинаковая. По 15 км в час. Двигатель мощней у немца. 1053 лошадиные силы против 877,5. Но Е-75 и весит больше своего оппонента. 91,5 тонна против 50,8. Из-за этого удельная мощность намного выше у совета. 17,3 лошадки на тонну против 11,5. Скорость поворота корпуса и башни тоже лучше ИС-8. 40,8 градусов в секунду и 23,1 против 35,6 и 19,4 у немца соответственно. Да, здесь ожидаемо советский танк побеждает. ИС-8 в целом один из самых динамичных тяжей на уровне. Да что уж там, он гоняет почти как средний танк. Поэтому балл достается ему вполне заслуженно. Счет 1-0 в пользу совета и мы едем дальше. Второй раунд. Стрельба. Калибр больше у немца. 128 мм против 122 у совета. Средний урон соответственно тоже отходит Е-75. 460 единиц против 420. Но пробитие ощутимо комфортнее у ИС-8. 258 мм на ББ и 360 на кумулях против 250 на бронебойных и 311 на подкалах у немца. Перезарядка орудия тоже намного быстрее у советского тяжа. 9 секунд против 12,2. Из-за такой значительной разницы по урону в минуту дед размазывает Е-75. 2797 единиц против 2260. Но хоть у ВН комфортнее у немца. Минус 7 градусов против минус 5. А вот сведение и точность, как бы это необычно не было, когда сравниваешь советский танк с немецким, лучше у совета. 4,1 секунда и 0,326 метров против 4,4 секунд и 0,344 метров. Здесь почти по всем параметрам, кроме Альфы и УВН, ИС-8 ощутимо сильней. Но даже средний урон за выстрел нивелируется новым снаряжением у советских тяжей, вольфрамовые сердечники, которые вообще не оставляют даже малейшего шанса немцу. Хотя он и без них проиграл бы этот раунд. Орудие у ИС-8 действительно очень комфортное и приятное для настрела урона. У Е-75 тоже неплохой ган, но он более суровый что ли. Дедовская палка-нагибалка сильней. В общем, здесь все очевидно. Второй балл подряд забирает себе советский тяж. Вот так-то. И кто там у меня в телеге писал, что для него противостояние против Е-75 без шансов. Счет становится 2-0 в пользу ИС-8. И мы катим дальше. Третий раунд. Броня. Здесь тоже все очевидно. Но давайте я все-таки приведу цифры, а после мы просто констатируем давно известный факт. Запас прочности даже с оборудкой на броню выше у Е-75. 2200 хп против 2173. Лоб корпуса тоже толще у немца. 180 мм против 120. Как борт и корма корпуса. 125 мм у Е-75 в обоих местах, против 80 в бортах и 60 в корме у совета. Лоб башни кому отходит? Верно, немцу. 265 мм против 230. Ну и борт с кормой башни не исключение. 168 мм в обоих местах у Е-75 против 141 и 48 у совета соответственно. Слушайте, а удобно. Даже плюсы с минусами местами менять не надо. Ничего не перепутаю. Да, как я и сказал в начале, здесь все вполне ожидаемо. Е-75 в ромбе даже половина десяток не может пробить без голды. Не говоря уже о девятках или не дай бог восьмерках. Броня у немца что надо. Эталонная, квадратная, качественная. ИС-8 же не только один из самых быстрых тяжей на уровне, но и попутно один из самых картонных. Из брони у него только неплохая башня и фальш борта. Чучим носом можно иногда словить шальной рикошет, но это такое. Здесь балл уверенно забирает немецкий тяж. И теперь для него не все потеряно. Счет становится 2-1, пока что в пользу ИС-8. И это значит, что все решится в финальных ПВП. Погнали, игра 1 на 1. Первый бой я играю на ИС-8. Против меня Панацея, игрок команды 7-star на Е-75. И здесь первые тычки мы вдаем с пробитием. Я сразу же прожимаю сердечники, захожу в борт. В полукрасное, согласен, сомнительная тычка. Но все-таки залетает. И начинаю просто ДПМить здесь. Благодаря динамике ИС-8 может позволить себе зайти в борт Е-75. Хоть это и сложно сделать, потому что Е-75 довольно-таки вертлявый тяж, как для своей брони. Но, тем не менее, у меня получается. И, как вы можете заметить, мы все пробиваем. ИС-8 здесь просто не оставляет шансов. Я уже немножечко расслабился. Здесь в чеку пытаюсь выдать. Но, опа, и не пробитие. Панацея выдает мне все. Но даже учитывая, что ИС-8 один раз не пробил, благодаря Альфе, благодаря сердечникам, я могу себе позволить допустить такую ошибку. И потом без проблем забрать первый раунд. Выигрывает советский тяж. Второй бой мы поменялись танками для чистоты эксперимента. Я на Е-75, Панацея на ИС-8. И погнали. Здесь я понимаю, что он будет меня крутить, поэтому сразу же заблокировал ему эту возможность. Но Панацея не засмущался, так сказать. Чуть-чуть сдал назад. И потом опять поехал меня крутить. В целом, ему это удалось. Но здесь я буду пытаться от него уйти, чтобы он не выдавал по мне ББшками и с помощью фонтана вот так вот нивелировал его, так сказать, динамику. И здесь Панацея придется стрелять голдой. Но он все пробивает. И видите, я уже становлюсь шотный, но Альфа может не пройти. И если она не проходит, то в целом я должен забирать, я так думаю. И поэтому продолжаю здесь пытаться как-то танкануть, не подставиться вот с уюема орудия в орудие. Но он пробивает. Альфа не проходит. Я радостный. Думаю, что сейчас выиграю на Е75. Но вы можете даже посмотреть на скорости 0.25. Я просто не успел откадешиться ИС-8 быстрее настолько, что он даже убивает Е75 при таком раскладе. Я согласен, что возможно, если бы мы с Панацеей не были игроками с Эвенстар и мы бы плохо стреляли, если поставить Рака в ПВП, то почти всегда будет выигрывать Е75 за счет брони. Но мы, благо, играть умеем, пробивать умеем. Поэтому здесь, даже с учетом того, что ИС-8 стрелял голдой, у него не прошла альфа, Е75 проигрывает вообще в пух и прах. Счет у нас становится итоговый 3-1. Сейчас смотрите забив. И обязательно посмотрите конец ролика. Там я скажу свои основные мысли по поводу этих танков. Есть эти где он может быть? На карте шелон. Да, он на респе. Мне кажется, он на карте шелон. Надо блайндить. О, кстати, да, по блайнде. Станьте все на железную дорогу, по блайнде. Ну вот, на пол. Это же в кого-то. Вот здесь вот есть как бы одна тема, где можно засеивиться рядом с камушками. Аккуратнее там. Вообще шелон открытая карта. Хеддер не в ГС. Ищем не в ГС. Знаете, либо вот здесь вот еще. Здесь от кустика можно сыграть, так что аккуратнее. А нет, Ланом. Ощекнул. Огружаем его. Ну, я смогу толкануть, по этому. Катываем на него. Блин, а вы даже не наперите. Я думаю, хотя бы, что есть, которые на дно. Именно тоже сложно. Хорошо. О, отлично. Первый урон. Отлично. 519 выглядит вкусно. Ой. Я буду ваш поливекать, ребята. Отказываю вам. Надо драться. Ааа, 504. Был среди себя. Мужики, спокойно. Нет, у меня не смотри. Я не смотри. Я хорошая. Все в красный, в каток фугасный. Стреляйте в каток, на каток выставьте. Если все красный. Попадайте в хорошую. Попадайте в речи. Не стоишь, ты что не смотри на меня, я хороший. Не смотри на меня, я хороший. Все, блин, все хорошие. Спасибо. Я хорошая. Спасибо большое. Сердечники, ребят, сюда. Но надо входить, я чувствую. Ааа. Нет. Угасы навязываются. Не все зайдет. Куда? Хелкни тоже. 112. Ааа. Это фугасом было. У меня один фугас, мужики, кто-то из вас. Давай мне. Вот я, привет. Давай мне фугасик. Давай. Давай. Нет, стоя пошутил, стой. Стой, 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 поговорим, стой. Стой, стой. 440, 90. Ну ладно. Я вот его забираю, его забирай, его забирай. Спасибо. Фугасов нет, честное слово. У себя же нам фугасов в лоб подает даже не в НЛД. Сейчас, курс, не бери ли меня. Не, 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 не. Не, не, не. Я дыра его НЛД пробиваю. Ах, мне это не нравится. Что за катоконожки? Я вот здесь на курочке постою пока, что ты там от моих союзников побиваешь. Здесь просто это не просит. Ой-ой-ой-ой. В виде трупа поставил. Ну ладно, встаю и так. Суперден, куда ты? Что ты там говорил из-за восьмого сможем забрать, да? Ну я думал, не, ну согласитесь, вы не толпой налетели. Не, потому что вы хотите. То, что в первом отлетел тупо... Тупо дарктайм. С 8 багом, пожалуйста. Ну давайте. Не, но все, 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 к этому теперь легче будет убивать нас. Ну вы шотные на фугас? Это да. Мы даже для тебя на ИСе восьмом были шотные. Ну, благодаря сердечным. Слушай, а давай ты вот, давай сейчас, что не будешь на меня смотреть. А такой хорошенький просто. Давайте, нам нужна доигровка. В теории, мы должны приехать к нему так, чтобы, типа, получить как можно меньше дэмэджа. Кому-то не увидит. Посчитаем, трели первый едет, он бронировал, у него хп много. В разведывательный, пошел, новой. Да, я в тот раз таким, да-да-да, классно. Понимаю. Зато разведал. Да-да-да-да-да-да-да. Классный забив, пацаны. Классный тебе, там, это. Как ты играл. На самом деле, вот, хватит ржать. Хедзер 519, ну-ка сюда быстро подъехал. Давайте, окружать ему все, все быстро. Куда тебе пробить? О, пробили, меня кто-то пробил. Хотите? Это сделал я. Паркадет ванно, интересно, альфа, пробил. Езжайте, обезжайте, обезжайте. Все, вы должны сейчас его лупендить. О. Ну понятно. Просто ваншотики улетают. Ай, нет. Да блин, рядом. Постой, постой. А можно на пятых уровнях перезапишем, прям? Да-да, на десятых. На шестёрых. Какой на десятых. Дать о пробитии, а лёд им в сбор. Давайте, давайте. Не, ну, по факту, 75 и ИС-8, это мощный танк. Ну, ИС-8 вы должны были выносить, ребят, по факту. Как там? Слежь, как там? Спасите. Слежь, серый, хорошо. Слежь. Что за апокали? Что? Ай. 490. Надо выруковать. Живёный, закупку сьешь. Отпусти меня. Куй, рукой. Потом, потом. Видал огору, блин. На дуни же танк, брат. Еще ниже. Да-да-да. Ой, Серж. Нет. Серж, ну, давай, вернёмся к аппетит. Держим их. Давай договоримся, меня есть 50 рублей на карте. Все, я нужна, ссылка в описании. На донат. Отлично. А ты тогда останешься в АФК на минуту? Ну, на минуту, да. За 50 рублей. А если я тебе заплачу 500 рублей, ты на 10 минут останешь? Ну, я могу закрыть игру просто. Отлично, то что нам нужно. Ты посмотри, как он соглашается. Больше денег на турнире. Ну, Хедзер, пекай. Для чего М8 разводится? А я не прибиваю его вообще никуда. Опа. Я не знаю. А что я оставил? Нет, подловил меня. Серж, опять мы с тобой тут. Не, я в первом отлететь дважды. Соль оборон. Судьба. Это явно достойно внимания. Ещё и 600 хп чисто прошло. Итоговый счёт 3-1 в пользу советского тяжа ИС-8. Так, вот все, кто удивлён такому исходу событий, прямо сейчас напишите в комментарии. Потому что, если говорить на чистоту, лично я всегда считал Е75 сильнее ИС-8. Но вы всё видели сами. Единственное, что хотелось бы сказать, так это то, что, скорее всего, большинству игроков всё-таки больше подойдёт немец. Потому что это дефолтный тяжёлый танк, у которого есть много брони, простое орудие с хорошей альфой и всё. А больше ничего и не надо. Он крайне прост в реализации. А вот ИС-8 намного сложней. У него нет брони, но есть динамика, которой надо уметь пользоваться. Орудие часто стреляет. Да ещё и сердечники эти включать надо. В общем, эту тачку реализовать смогут только опытные танкисты. А таких в нашей игре меньшинство. Напишите в комментарии, какой танк при игре в рандоме больше нравится лично вам. Мне больше заходит геймплей Е75, например. Но если играть на результат, я понимаю, что на ИС-8 цифры получатся ощутимо сильней. Не забывайте о кнопке лайка, если хотите отблагодарить меня за проделанную работу. Мне будет очень приятно. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики. На этом у меня всё. Большое спасибо всем за просмотр и увидимся в следующих видео.